Красный классический борщ знаком каждому с самого детства. В его составе простые ингредиенты. Сколько сейчас стоит борщевой набор и появились ли на прилавках рынков и магазинов овощи из Керсона, сейчас узнаем. Прежде чем отправимся вдоль торговых рядов, напомним состав борщевого набора. Он овощной. В него входят картофель, капуста, свекла, морковь и лук. Начнем с картофеля. Цена на него снизилась в среднем на 10-15 рублей. Прошлогоднюю можно найти за 35 рублей. Молодая будет немного дороже. Появилась у нас молодая картошка с Керсона. Она дешевле, чем наша, по 55 рублей. Хорошая, свеженькая, вкусненькая. Больше всего сбавила в цене капуста. По сравнению с прошлым месяцем, она подешевела на 23 рубля. Цена на свеклу, лук и морковь осталась примерно на том же уровне. От 55 до 60 рублей за килограмм. Также решили узнать цену на мясо. Для бульона нашли суповой набор. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить что-то для бульона, для супов? Какое-то мясо, может быть, куриное? Ну, вообще курица у нас в большом ассортименте. А также есть суповой набор. Цена его будет 50 рублей. Мясные каркасики. Хорошие. Внимательно изучив ассортимент на овощных прилавках, подведем итог. Без учета мяса собрать борщевой набор на рынке можно в среднем за 270 рублей. Это на 42 рубля меньше, чем в прошлом месяце. Теперь пройдемся по супермаркету. Цены здесь отличаются. Морковь, свекла и капуста ценами порадовали. Лук обойдется покупателю в 41 рубль, а за картофель придется отдать чуть больше, чем на рынке – 58. Стоимость борщевого набора в супермаркете составила 203 рубля. По сравнению с апрелем выгода для покупателя – 35%. Подводя итог нашего рейда, можно сказать о том, что стоимость борщевого набора в этом месяце снизилась. Выгоднее всего приобретать ингредиенты для свекольного супа в супермаркете. Здесь подобный набор продуктов для покупателя обойдется на 70 рублей дешевле. Владислав Ивенин, Деливер Меджитов, Новости Севастополя.